МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Власты Донецкой республики готовятся объявить всеобщую мобилизацию. Об этом завел глава ДНР и уточнил, сколько именно жителей планируют поставить под ружьем. Обстановка в городах и поселках Донбасса по-прежнему напряженная. Под обстрелами украинской артиллерии вновь жилые дома, школы и больницы. Поступает и новая информация о крупной группировке силовиков, которая оказалась в так называемом котле. В прямом эфире из Донецка наш специальный корреспондент Михаил Чабаненко. Михаил, какая ситуация на эту минуту? Елена, ситуация по-прежнему крайне опасная и непредсказуемая. Вот даже сейчас постоянно гремят взрывы, слышны выстрелы. В промежуток между выстрелами 2-3 минуты. И, как говорят в ДНР, за последние сутки уже повреждено порядка 200 зданий. В основном это жилые дома. Также зафиксированы два попадания в средние школы, а также в интернат для инвалидов. Вот хочу отметить, что уже попадают снаряды не только в дома на окраине города, но и зафиксировано, например, вот сейчас мы побывали в Киевском районе на площади Шахтеров. Там повреждены порядка трех многоэтажных домов. Произошло это, когда все люди находились дома. И вот сейчас, я думаю, вы видите эти кадры. Они вынуждены убирать мусор, разбитые стекла из своих квартир. И в это время звучат по-прежнему выстрелы. И нет никакой гарантии, что очередной снаряд не попадет опять повторно в их дома. Нам удалось пообщаться с хозяевами магазинов, находящихся на первом этаже, а также с жильцами. Давайте послушаем. А у нас на Клумбе буквально 3-5 метров от посада магазина лунка снаряда. Какой снаряд? По-прежнему остается напряженная обстановка в районе Дебальцево. Ожесточенные бои ведутся в районе так называемого котла. Все больше населенных пунктов становится под контролем ополченцев Донецкой Народной Республики. Вот уже сейчас сообщается, что они контролируют 14 населенных пунктов. И нам удалось пообщаться с жителями села Никишино, которая находится под Дебальцево. И люди утверждают, что они находились как раз в центре боестолкновений. Предлагаю послушать, что они нам рассказали. Когда бои сильные были, как говорится, на нас и грады били, как говорится, и крупнокалиберные, как говорится, эти минометы, все. Мы в погребах сидели. Кто, как говорится, возьмет с собой то вареные картошки, то еще что-нибудь. Ну, чтобы это, ну, долго нас били, как говорится. Ну, спасибо, как говорится, нашим ДНРовцам, нашим, как говорится, солдатам, все, что они, как говорится, отбили, все. Ну, кто его знает, как говорится. А много людей вообще пострадало в деревне? Ну, большинство все по уезжали. Представители Донецкой Народной Республики по-прежнему предлагают украинским военнослужащим, бойцам Нацгвардии, сдаться, сдать оружие тем, кто сделает это добровольно. Они обещают свободу, но вот пока откликов на это предложение крайне мало. Более того, нам в Министерстве обороны ДНР рассказали, что был случай, когда трое военнослужащих, которые решили сдаться, были убиты своими же сослуживцами. В Олигорске трое украинских военнослужащих, заблокированных в одном из жилых домов на восточной окраине города, после переговоров согласились добровольно сложить оружие и сдаться подразделениям армии ДНР. Однако, в ходе внезапного начата обстрела этого района из украинских градов, в результате прямого попадания в дом реактивного снаряда все они погибли. Ранения получили наши военнослужащие. Ранения получили наши военнослужащие. В интервью телеканалу CNN американский президент заявил, что Вашингтон, цитирую, выступил посредником при переходе власти. После этого заявление становится очевидным, на какие цели были потрачены 5 миллиардов долларов, выделенные Соединенными Штатами, на помощь Украине с момента провозглашения ее независимости. Обама также пообещал, что США будут и дальше оказывать давление на Россию, помогая при этом граничащим с ней странам НАТО и оказывая поддержку Киеву. Тем, кто предлагает нам сделать больше, я бы ответил, мы можем добиваться того, чтобы Россия несла все большие убытки. Именно этим мы занимаемся. Мы можем оказывать дипломатическое давление на Москву. Не думаю, что реальный военный конфликт между США и Россией станет мудрым решением для Америки или всего мира. При этом администрация Обамы вновь рассматривает вопрос о предоставлении Киеву боевого оружия, а не только средств защиты и связи, сообщает Нью-Йорк Таймс. По данным газеты, эту идею поддерживают главнокомандующие войсками НАТО в Европе генерал Бридлов и другие высокопоставленные военные чиновники. Сегодня в России день воинской славы. 72 года назад советская армия разгромила в Сталинградской битве немецко-фашистские войска. Крупнейшее сражение на Волге стало переломным в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия и ее союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными до полутора миллионов человек. Потери советской армии составили около миллиона двухсот тысяч. Основные памятные мероприятия проходят сегодня в Волгограде, на Мамаевом кургане. В Москве торжественная церемония прошла в Александровском саду. Ветераны, участники Сталинградской битвы, школьники и кадеты возложили цветы и венки к могиле неизвестного солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград». А в Калининградской области сегодня вспоминают жертв Холокоста в Пальмникине. Недалеко от этого поселка зимой 45-го фашисты расстреляли несколько тысяч человек, узников концлагерей в Восточной Пруссии. Сейчас о тех событиях напоминает мемориал на берегу Балтийского моря. Репортаж Вероники Николаевой. Поминальные свечи, траурные венки и цветы. О трагедии в Пальмникине, так раньше назывался поселок Янтарный, в последнем акте Холокоста и одной из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны, стало известно совсем недавно. Благодаря вышедшей в Германии книге покаяния немецкого публициста Мартина Бергау, о чудовищном преступлении нацистов узнали во всем мире. Яков Суховольский провел в гетто почти два года. На эту могилу он приходит почтить память всех жертв нацистских концлагерей. Гейн Спитерд, это житель Пальмникина, вспоминает. 27 января я шел дороги из Пальмникина. Шоссе и калькуветы были буквально завалены убитыми людьми. Видел, как две, видимо, тяжелораненые женщины уползали в лес. Их стали преследовать. Они заламывали руки и умоляли не расстреливать их. Но были избиты эсэсовцами и застрелены. С приближением советской армии и границем Германии нацисты пытались любой ценой замести следы своих преступлений. Около 7 тысяч еврейских узников в концлагерей, в основном это были женщины из Польши и Венгрии, переправили в Кёнигсберг, а затем пешим маршем полураздетых, голодных и больных погнали по снегу в лютый мороз в сторону моря. Калининградские участники акции памяти в жилетах со специальной символикой пешком идут до места трагедии. 10-километровый марш приурочили к памятной дате. Той же самой дорогой ровно 70 лет назад в холодный январский день шли тысячи детей и женщин. Они знали, что конвоиры ведут их на верную смерть. Нацисты планировали уничтожить пленных в заброшенной штольне, где раньше добывался янтарь. Но сделать это не смогли. Против планов немецких фашистов взбунтовался директор янтарного завода в Пальмикине. Тогда колонну заключенных погнали в ледяную морскую воду и расстреляли. Из 7 тысяч человек в ту ночь чудом выжили лишь 13. Море рядом было замерзшее. Они загоняли туда на льдины в море и там расстреливали. И то, что спаслись там 13 человек, то они были просто завалены трупами. В память о страшном событии на берегу Балтийского моря в Янтарном установили памятник жертвам Холокоста в Пальмикине. Поднятые к небу женские руки просят о помощи. На руках выбиты лагерные номера. Все, кто каждый год приходит к этому мемориалу, мечтают об одном. Чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Вероника Николаева, Дмитрий Ситников. НТВ. Поселок Янтарный. Калининградская область. Европейские власти могут упразднить так называемую тройку международных кредиторов Греции. В студии Алексей Кузнецов. Деловые новости. Да, такова уступка новым властям Греции, которые считают нынешний механизм кредитования кабальным. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер собирается упразднить тройку международных кредиторов Греции. Об этом пишет деловая пресса. Тройкой в нее входят Еврокомиссия, Европейский Центробанк и МВФ. Сейчас фактически осуществляет внешнее управление греческой экономикой. Грекам выдали 240 миллиардов евро помощи и потребовали жесточайшей экономии. При этом в Афинах инспекции тройки считают унизительными. Сейчас леворадикальное правительство Алексиса Ципроса требует списания чести долга. В Брюсселе пока что на это пойти не могут, иначе просто обвалится европейская банковская система. Но сменить формат тройки на что-то еще готовы, хотя этот шаг может быть символической уступкой. Вроде как Греция убедила Брюссель, но фактически экономию придется продолжать. Мировые биржи не могут определиться с направлением. Нефть сейчас хоть и дешевеет, но пятничный рост был куда сильнее. И сейчас марка Брент держится в районе 52 долларов. Сильно расстроил игроков Китая. Деловая активность в промышленности по официальной статистике замедлилась в январе впервые за два с половиной года. Из позитивных новостей. Франция заявила, что хоть и не собирается прощать долг Греции, но готова поговорить о новых сроках или условиях. Наши ММВБ и РТС падают. Рубль дешевеет вместе с нефтью. Доллар на межбанке выше 70 рублей. Курс 70-15. Евро стоит 79 рублей 52 копейки. С осени в России существенно более чем в полтора раза подорожала бумага. И это может вызвать коллапс в печатной отрасли. Как пишет коммерсант, письмо на этот счет глава Минкомсвязи Никифоров направил премьеру Медведеву. Сами производители объясняют это ослаблением рубля. Говорят, что надо закупать компоненты за рубежом, отсюда и подорожание. Но эксперты отмечают, что импортная составляющая в отечественной бумаге не более 10% и значительно повлиять на стоимость не может. По мнению Никифорова, причина в том, что производители пытаются подтянуть внутренние цены к европейским из-за того, что экспорт выгоднее. У меня все. Спасибо, Алексей. Это были деловые новости от Алексея Кузнецова. Со всего мира сегодня приходят поздравления в адрес человека, жизнь которого обычно проходит в атмосфере термоядерной энергии. 80 лет академику Евгению Велихову. Блестящий ученый. В науке он выбрал свой особенный путь, который можно считать и ярким, и интересным, и опасным. Физик с душой лирика. В каждой из его даже самых фантастических идей всегда немного поэзии. Чего только стоит мечта Велихова построить город солнца в ледяной воде. Одним из первых ученого с днем рождения поздравил Владимир Путин. Сегодня в Нового Огарева президент вручил ему символичный подарок. Я, знаете, вот хотел бы вам такой личный подарок преподнести. Знаю, что вы в детстве увлекались конным спортом. Да, и женился из-за этого. 56 лет, и женился из-за этого будет вам напоминать. Это первое. А второе, хотел бы сказать, что государственную награду, орден за заслуги перед Отечеством первой степени, конечно, мы будем вручать в Кремле. Поздравляю вас. Спасибо большое. Сейчас научные интересы Евгения Павловича направлены на поиск источника вечной энергии. А где он черпает на это идеи и силы, узнал наш обозреватель Владимир Кондратьев. Пожелание самого Велихова, чтобы интервью с ним началось в историческом месте. В небольшом здании на территории Курчатовского института, поначалу он назывался лабораторией номер 2, находится самый первый советский ядерный реактор F-1. Физически первый. Сейчас это музейный экспонат. Все напоминает о том, как 25 декабря 1946 года в 18 часов в Советском Союзе была осуществлена цепная реакция деления урана. Академик Велихов еще застал Курчатова на директорском посту. В конце 50-х он помогал талантливому выпускнику МГУ поступить в аспирантуру института. И как бы предопределил научное направление, которым занялся Велихов. Термоядерную энергетику. Идея, собственно говоря, и термоядерного реактора, она была сложена в 1951 году Игоря Васильевича. То есть вы брали на вооружение его первоначальные идеи? Конечно. Если бы не было нашей разведки, как вы считаете, то же самое мы бы сделали бы бомбу, но только позже, наверное. Это я сейчас боюсь вам сказать. Без разведки не было бы вот этого понимания. Потому что нам угрожает уничтожение. Поэтому то, что разведка подготовила это понимание... Заставила нас работать еще более активно. На большом внедорожнике Велихова мы переезжаем в другой корпус. Институту после войны выделили 120 гектаров земли в Покростском стрешне. С тех пор он сыграл неоценимую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших направлений науки. Научная деятельность академика Велихова, конечно, в первую очередь связана с устройством для управляемой термоядерной реакцией токомак. Токомак — это сокращение. Полностью это звучит так. Троидальная камера с магнитными катушками. Первоначально звучало как токомак с «г» на конце, но потом для благозвучия «г» заменили на «к». И сейчас слово «токомак» в мире известно так же широко, как в свое время спутник. Токомаки были признаны наиболее реальным способом получения безопасного и неиссякаемого источника энергии. Можно сказать, из обычной воды. Именно по инициативе Велихова во Франции, поблизости от Марсиле, осуществляется крупнейший в истории человечества международный проект «Этер» — строительство термоядерного реактора с участием США, Европы, Китая, Японии, где Россия берет на себя одну десятую часть затрат, но не деньгами, а материалами. Температура горячей плазмы — 150 миллионов градусов. Ядро Солнца в 10 раз холоднее. Это Велихов. Вот это одно. Если бы он сделал только это одно... И бы его этого проекта не было бы? Абсолютно. Абсолютно. Его не было бы с одной стороны. Идеологически, научно. А с другой стороны, его бы не было по факту. Параллельно с «Этер» Велихов работает в Москве над созданием так называемого гибридного реактора. Вполне безопасного. На основе как обычного ядерного, так и термоядерного реактора. У нас есть возможность создать уже неиссякаемый источник энергии раньше, чем на «Этере». Ну, «Этер» сейчас, так сказать, где-то в 22-23 год уже, так сказать, уже на 5 лет он откладывает. А у нас Т-15 будет запущен через 2 года. Пока речь идет об экспериментальных прототипах коммерческих установок. Но всех интересует практическое применение термоядерной энергетики. На ваш взгляд, когда все-таки будет термоядерная реакция в промышленных целях? Реально это было бы где-то к 40-м году. Евгений Велихов, наряду со своей научной работой, у него около 200 публикаций, ряд открытий и изобретений, неутомимый общественный деятель. Возглавлял общественную палату. В настоящее время ее почетный секретарь. Всего три человека за всю историю института оказались достойными поста руководителя. До 60-го года институт возглавлял Игорь Курчатов. После него, до 89-го года, директором был Анатолий Александров. А затем, и вплоть до сегодняшнего дня, руководящие кресла в старом кабинете занимает Евгений Велихов. И это соответствует значению Велихова в отечественной науке. С кем бы вы поставили в один ряд выдающихся ученых? С Курчатовым и Александровым, например. Как бы, если говорить о масштабе деятельности вот этой вот, абсолютно, нет вопроса. Планов на будущее у юбиляра, как он нас заверил, по горло. Владимир Кондратьев, Владимир Абдеев и Игорь Боярских, телекомпания НТВ, Москва. ЦСКА возвращается с выездного турне. Отличное настроение. Ну это и понятно, поздравляем. Спасибо, Оксана. На этом пока все. Всего доброго. До встречи. Именно этим мы занимаемся. Мы можем оказывать дипломатическое давление на Москву. Не думаю, что реальный военный конфликт между США и Россией станет мудрым решением для Америки или всего мира. При этом администрация Обамы вновь рассматривает вопрос о предоставлении Киеву боевого оружия, а не только средств защиты и связи, сообщает Нью-Йорк Таймс. По данным газеты, эту идею поддерживают главнокомандующие войсками НАТО в Европе генерал Бридлов и другие высокопоставленные военные чиновники. Сегодня в России день воинской славы. 72 года назад советская армия разгромила в Сталинградской битве немецко-фашистские войска. Крупнейшее сражение на Волге стало переломным в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия и ее союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными до полутора миллионов человек. Потери советской армии составили около миллиона двухсот тысяч. Основные памятные мероприятия проходят сегодня в Волгограде, на Мамаевом кургане. В Москве торжественная церемония прошла в Александровском саду. Ветераны, участники Сталинградской битвы, школьники и кадеты возложили цветы и венки к могиле неизвестного солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград». А в Калининградской области сегодня вспоминают жертв Холокоста в Пальмникине. Недалеко от этого поселка зимой 45-го фашисты расстреляли несколько тысяч человек. Узников концлагерей в Восточной Пруссии. Сейчас о тех событиях напоминает мемориал на берегу Балтийского моря. Репортаж Вероники Николаевой. Поминальные свечи, траурные венки и цветы. О трагедии в Пальмникине так раньше назывался поселок Янтарный. В последнем акте Холокоста и одной из самых страшных страниц в истории. ...сопрощать долг грецы, но готовы поговорить о новых сроках или условиях. Наши ММВБ и РТС падают. Рубль дешевеет вместе с нефтью. Доллар на межбанке выше 70 рублей. Курс 70-15. Евро стоит 79 рублей 52 копейки. С осени в России существенно более чем в полтора раза подорожала бумага. И это может вызвать коллапс в печатной отрасли. Как пишет коммерсант, письмо на этот счет глава Минкомсвязи Никифоров направил премьеру Медведеву. Сами производители объясняют это ослаблением рубля. Говорят, что надо закупать компоненты за рубежом, отсюда и подорожание. Но эксперты отмечают, что импортная составляющая в отечественной бумаге не более 10% и значительно повлиять на стоимость не может. По мнению Никифорова, причина в том, что производители пытаются подтянуть внутренние цены к европейским из-за того, что экспорт выгоднее. У меня все. У Агарева президент вручил ему символичный подарок. Я, знаете, вот хотел бы вам такой личный подарок преподнести. Знаю, что вы в детстве увлекались конным спортом. Да, я женился из-за этого. Франция заявила, что хоть и не собирается прощать долг Греции, но готова поговорить о новых сроках или условиях. Наши ММВБ и РТС падают. Рубль дешевеет вместе с нефтью. Доллар на межбанке выше 70 рублей. Курс 70-15. Евро стоит 79 рублей 52 копейки. С осени в России существенно более чем в полтора раза подорожала бумага. И это может вызвать коллапс в печатной отрасли. Как пишет коммерсант, письмо на этот счет глава Минкомсвязи Никифоров направил премьеру Медведеву. Сами производители объясняют это ослаблением рубля. Говорят, что надо закупать компоненты за рубежом, отсюда и подорожание. Но эксперты отмечают, импортная составляющая в отечественной бумаге не более 10%. И значительно повлиять на стоимость не может. По мнению Никифорова, причина в том, что производители пытаются подтянуть внутренние цены к европейским. Из-за того, что экспорт выгоднее. У меня все. Да, спасибо, Алексей. Это были деловые новости от Алексея Кузнецова. Со всего мира сегодня приходят поздравления в адрес человека, жизнь которого обычно проходит в атмосфере термоядерной энергии. 80 лет академику Евгению Велихову. Блестящий ученый. В науке он выбрал свой особенный путь, который можно считать и ярким, и интересным, и опасным. Физик с душой лирика. В каждой из его даже самых фантастических идей всегда немного поэзии. Чего только стоит мечта Велихова построить город солнца в ледяной воде. Одним из первых ученого с днем рождения поздравил Владимир Путин. Сегодня в Нового Огарева президент вручил ему символичный подарок. Я, знаете, вот хотел бы вам такой личный подарок преподнести. Знаю, что вы в детстве увлекались кону. Сдать оружие тем, кто сделает это добровольно, они обещают свободу. Но вот пока откликов на это предложение крайне мало. Более того, нам в Министерстве обороны ДНР рассказали, что был случай, когда трое военнослужащих, которые решили сдаться, были убиты своими же сослуживцами. В Олигорске трое украинских военнослужащих, заблокированных в одном из жилых домов на восточной окраине города, после переговоров согласились добровольно сложить оружие и сдаться подразделениям армии ДНР. Однако в ходе внезапного начата обстрела этого района из украинских градов в результате прямого попадания в дом реактивного снаряда все они погибли. Ранения получили наши военнослужащие. Сегодня от главы ДНР Александра Захарченко стало известно, что в ближайшие 10 дней будет объявлена мобилизация, в которой будут привлечены порядка 100 тысяч человек. Елена. Да, спасибо. На прямой связи с Донецкой был наш специальный корреспондент Михаил Чабаненко о ситуации в Донбассе. Власти США открыто признали свое участие в государственном перевороте на Украине в начале 2014 года. В интервью телеканалу CNN американский президент заявил, что Вашингтон, цитирую, выступил посредником при переходе власти. После этого заявление становится очевидным, на какие цели были потрачены 5 миллиардов долларов, выделенные Соединенными Штатами на помощь Украине с момента провозглашения ее независимости. Обама также пообещал, что США будут и дальше оказывать давление. Это первое. А второе, хотел бы сказать, что государственную награду, орден за злуги перед отечественной первой степени, конечно, мы будем вручать в Кремле. Поздравляю вас. Спасибо большое. Сейчас научные интересы Евгения Павловича направлены на поиск источника вечной энергии. А где он черпает на это идеи и силы, узнал наш обозреватель Владимир Кондратьев. Пожелание самого Вилехова, чтобы интервью с ним началось в историческом месте. В небольшом здании на территории Курчатовского института, поначалу он назывался лабораторией номер 2, находится самый первый советский ядерный реактор F-1. Физически первый. Сейчас это музейный экспонат. Все напоминает о том, как 25 декабря 1946 года в 18 часов в Советском Союзе была осуществлена цепная реакция деления урана. Академик Вилехов еще застал Курчатова на директорском посту. В конце 50-х он помогал талантливому выпускнику МГУ поступить в аспирантуру института. И как бы предопределил научное направление, которым занялся Вилехов. Термоядерную энергетику. Идея, собственно говоря, и термоядерного реактора, она была сложена в 1951 году Игоря Васильевича. То есть вы брали на вооружение его первоначальные идеи? Конечно. Если бы не было нашей разведки, как вы считаете, то же самое мы бы сделали бы бомбу, но только позже, наверное. Это я сейчас боюсь вам сказать. Без разведки не было бы вот этого понимания. Потому что нам угрожает...